С Волхова по направлению к Старой Ладоге мы приезжаем Плеханово, и перед нами церковь Ильи Пророка, старая красивая церковь. Очень богатая на достопримечательности Старая Ладога. Она не позволила нам проскочить мимо и в этот раз. Приезжая в гости к друзьям Волхов, мы любим бывать в Старой Ладоге. Есть здесь что-то, что притягивает, и время здесь останавливается, ведь не единожды мы были здесь. Вроде все видели, все слышали, но опять выбрали эту дорогу, когда ехали с Волхова на Питер. Каждый раз мы здесь открываем для себя что-то новое. Вот и на этот раз, выпив по чашечке кофе, мы пошли погулять по древним улочкам. Как всем известно, Ладога считается древнейшим городом Руси. Она основана в 753 году. Мы знаем о том, что здесь располагалась первая столица Руси. Из ипахевской летописи известно, что Ладога принадлежала первому древнерусскому князю Рюрику. С 862 по 864 год он постоянно находился здесь и лишь потом основал Новгород. Старая Ладога, деревня Велиша, урочи Чезаморья, Васильевский пост, ну река Волхова, ну и церковь Святого Георгия. Стрелечная башня. Я к этим достопримечательностям вернусь чуточку позже, а сейчас идем гулять дальше. Резко. Это Климентовская башня. Здесь же ресторан Князь Рюрик. Вот такой парк. Интересный монумент. Юра снимет там все подробности, я сделаю вставочку. Памятник великим князям Рюрику и Олегу, посвященный зарождению российской государственности, открыли в Старой Ладоге. Это 5-метровая бронзовая скульптура. Фигуры князей опираются на щит и символизируют мощь и силу русского народа. По стаментам стал камень весом в 40 тонн. Представляете, его специально доставили из Каменогорска. А я пошла вперед. Памятник Соколу. Сейчас подойду. Скульптура Сокола в Старой Ладоге установлена неподалеку от моста через речку Ладожскую в самом начале Варяжской улицы. Бронзовая птица установлена в 2013 году во время ежегодного праздника Дней Ленинградской области. Скульптор изобразил сокола, вот-вот готовящегося взлететь на своих широко расправленных крыльях. Кстати, их размах достигает почти двух метров. А перышки выполнены так искусно, что между ними даже существуют небольшие зазоры. Послушайте, действительно такая ювелирная работа. Это очень вот просто характерный сокол. Сокол – символ древно-русского княжеского рода. Очень такая. Кстати, зачем цветы здесь возложили, я не знаю. Интересные такие заборчики. И смотрятся так симпатично. Ну и с этой стороны. Вот сама крепость. Вот это речушка. Вот как красиво здесь смотрится этот кремль. Башня. Порожевая. Ну и мост. Мост. Конечно, жалко все это закрасили смолой. О, тут вообще целая грусть. Вот. Новенький. Это тоже новенький. Это новенький. Староладожская крепость стоит на небольшом мыске, образованном маленькой речкой Ладожкой и великой рекой Волховым, являющейся главной транспортной артерией Древней Руси. Крепость имела стратегическое положение, не давая врагу пройти от Балтийского моря в углу русских земель, держала под неусыпным контролем транспортные пути на Волхов. Староладожская крепость, защищенная с двух сторон водными преградами, была она просто недосягаемой для врага. Кстати, интересный факт о реке Волхов. Река известна тем, что время от времени может менять направление течения, что является сюрпризом для парусных судов. Старая Ладога знаменита на весь мир множеством уникальных достопримечательностей. Именно здесь находятся древние сооружения, храмы, крепости, артефакты и захоронения. Древняя улица Варяжская, крепость. Вот тут сам крепость. Такие вот вороты, крепость старая Ладога. Толщина стен просто восхищает. Какой вид. Я просто застыла на месте. Вокруг открыточная красота. Игорь Негода. К Juda. Красота. Святого Георгия Победоносца – шедевр древнерусского зодчества. Это один из первых каменных храмов в Древней Руси, построенных аж в 1114 году. Рассказывают, что именно в нем хранитель русских земель князь Александр Невский осветил свой меч перед битвой на Чудском озере. Храм Святого Георгия Победоносца вдохновлял русских защитников на победу. В нем молились воины перед сражением. В наше время особую известность собор снискал благодаря своим фрескам. Одна из них – чудо Георгия по змее, является самым древним изображением Георгия Победоносца, известным на данный момент. Только здесь Георгий изображен не с мертвым, а с живым и послушным драконом. Как нет у этого воина и меча, только щит, а из оружия лишь божье слово, коим он и побеждает дракона. Так по греческому писанию Георгия. А тот, что на гербе у Москвы, не святой Георгий, а копейщик. Георгием его назначили растоптавший демократический Новгород-Московский великий князья. Греки и новгородцы в XII веке знали, что зло сталью победить нельзя, только приумножить. А также на стенах древнего храма сохранились фрески XII века. Разные исследователи приписывают их авторство новгородским, псковским художникам или вензантийским мастерам. До нашего времени сохранилась лишь пятая часть фресок. Четче всего просматривается роспись купола, барабана и композиции Вознесения Господня. Эта церковь Дмитрия Сулугунского впервые упомянута в 1646 году как строение Государева, но построена, вероятно, была при восстановлении Ладоги после событий смутного времени. А я бегу дальше, там еще сувенирная лавка. Ну, отправляемся дальше. Ладожка. Мы сейчас будем проезжать мимо Староладожского Свято-Успенского Девичьего монастыря. Он является одним из древнейших монастырей Северо-Запада России. На его территории находится жемчужина Северо-Запада, храм Успения Пресвятой Богородицы XII века, с сохранившимся до наших дней фресками. Конечно, мы и здесь были, но сегодня, ну, просто ограниченного времени, поэтому едем дальше. Как бы мы ни торопились, мы просто не могли проехать мимо церкви Иоанна Предтечи, полное название храма – церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе. О ней я расскажу о второй части ладожской истории. А еще здесь есть святой источник. Следующий ролик будет посвящен этому месту и не только. Для развития моего канала мне необходима ваша подписка, а за лайки, комментарии буду безгранично благодарна. Рождества Иоанна Предтечи построила 25 мая 1695 года. Вот такая старинная церковь. Мы всегда любим заходить, когда бываем в этих краях. Субтитры создавал DimaTorzok